23 февраля в День защитника Отечества состоялась церемония возложения цветов и венков на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в память о тех, кто сражался за мирное небо над головой. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Геннадий Артемьев, заместитель главы администрации Обгенска по социальным вопросам Татьяна Попова, представители учебного центра военно-морской академии имени Леонида Осипенко, ветеранских организаций, а также общественников и молодежь наукограда. В этот день не случайно мы приходим прежде всего с живыми цветами к мемориалам, чтобы вспомнить имена героев, которые отдали свою жизнь, защищая нашу Родину. Понятие Отечества входит очень многое. Это и страна в целом, и родной край, родной дом, близкие, дорогие, сердцу люди, и работа. Нужная, полезная работа для страны, для земли, в которой ты живешь. Для России защитник Отечества – это особый статус, потому что наша Родина всегда была великой страной. Ну а как любая великая страна, ее нужно защищать. И готовность защитить всегда была в России номер один. Мы – мирная страна, не претендующая ни на другие территории, не претендующая на мировое господство. Мы – дружелюбная страна. Страна, которая готова защитить и себя, и тех, кто в этом нуждается. От имени Калужского морского собрания, от руководства учебного центра, примите поздравления с этим праздником и пожелания всем доброго здоровья, не болеть, укреплять нашу Родину. Сегодня на защите Родины у нас не только воины, но и друженики всех наших отраслей и промышленности, и хозяйства. Это наши спортсмены, это наши ученые и наши работники культуры. Они все на защите чести нашей страны.